привет друг мой или коллега или друг моего друга или вообще человек который просто случайно набрел на это видео сейчас я хочу рассказать об очень классном проекте компании которая ну и молодая и старая одновременно потому что с одной стороны ей уже более 15 лет с другой стороны и только 4 месяца вот обо всем по порядку пусть это будет пока интрига скоро вы поймете почему так я хочу сказать что этот проект я обнаружил как раз с момента его розничного старта который состоялся около наверное месяцев 7 или 9 что ли назад и наблюдал за всем процессом рождения этой компании соответственно знаю всех учредителей знаком лично и в общем ну скажем так хорошо и глубоко копнул изучил этот проект компанию ну и заработал уже достаточно да ведь с ним то есть не просто теоретически знаю учредителей руководителей а уже практически мы с ними уже много сотрудничаем я являюсь может быть одним из лучших пусть это не покажется вам скромным но тем не менее спикеров в русскоязычном пространстве ну и знаю проект досконально профессионально от и до есть очень много роликов моих я буду опираться в том числе на них в рассказе но основную информацию я вам сейчас расскажу дело в том что проект который называется дэйзи он уже достаточно вид изменился кое-что ну как бы потеряла свою актуальность кое-что наоборот стало актуальным и это требует каких-то новых презентаций их новых рассказов вот что я сейчас и сделаю удовлетворю этот голод новой информации поэтому давайте друзья все по порядку я постараюсь вам рассказать это максимально кратко но так как сам проект достаточно большой емкий то совсем уж кратко не получится но я гарантирую что эта презентация сегодняшняя она будет максимально короткой и максимальной емкой при этом из всего что есть в интернете на тему дэйзи и так в путь речь это долгой истории компании которая давно стоит на ногах и умеет делать то что вот я сегодня буду рассказывать там фактически на данный момент два проекта в одном а из в одном из них и из этих проектов вообще бесконечное количество проектов но я постараюсь сделать как можно более коротко так начнем с истоков есть компания которая называется индотек смотрим ее сюда ведь я сейчас на coin market кэпе как раз с биток подбирается 50 долларам куда он подберется в итоге мы не знаем что с ним будет мы тоже не знаем вот чтобы не рисковать и своим капиталами то что все так же легко может рухнуть как и поднялась вот соответственно мы доверяем деньги ну профессионалов которые знают что с ними делать чтобы так не бояться и так уходим на компанию о которой сейчас говорю это индотек ей 8 лет в том ну под этой торговой маркой до этого она называлась тратчик стратеги runner сейчас не буду вдаваться в подробности потому что есть сайт мой деловой точка без на котором четко все разложено по полочкам просто если вас интересуют эти видео заходите в него из нажимайте на проект тези и смотрите в нем подробности и так эндотек эндотек уже давно занимается торговлей на валютном рынке на комодите с и и фьючерсами и спотовый рынок по всякому вот очень большой опыт и компания уже давно автоматизировала процесс скажем так прозрачности причем я могу сказать это одна из немногих компаний которые это делают потому что в большинстве своем компании ну закрыто то есть делают торговлю и в частности для своих как бы да вот так скажем для закрытого количества участников и более того вот эндотек он вообще торгует по опи ключам на своих собственных счетах инвесторов и эндотек является разработчиком программного обеспечения он специализируется вообще на алгоритмах искусственного интеллекта так вот программное обеспечение для торговли крупными ну организациями это фонды это инвестиционной компании так далее четыре года эндотек торгует уже на криптовалютном рынке торгует достаточно успешно потому что мы вот можем зайти на сайт эндотека эндотек.io и посмотреть их в портфолио нажать да и посмотреть их все стратегии мы видим какие здесь прибыли какие здесь бывают убытки да то есть просадочки бывают там какие-то периоды да но я сейчас об этом не буду рассказывать подробно потому что все это можно посмотреть моих видео вот мы просто зайдем в одну из стратегий например вот btc эфир bitcoin альфа стратегии да вот перформанс найдем нажмем и просто глянем подробно и так по каждой стратегии есть отчеты вот то что показывает рынок голубеньким вот то что показывает стратегия как видите рынок падает торговля у эндотека растет потом рынок поднимается чуть выше но опять же чуть выше это условно потому что здесь рынок показан с этой точки а здесь вот с этой то есть фактически эндотек обгоняет рынок всегда во всех этапах вот потом если помните биток дорого до 65 это было резко эндотек практически сравнялся ну на графике как будто он выше но за счет вот этой разницы мы видим что прибыль эндотека сравняли с прибылью рынка зато рынок потом сильно упал а эндотек сильно поднялся вверх то есть эндотек умеет торговать и на падении и на подъеме вопрос в объемах торговли если торговля идет там скажем 100 тысячами долларов это одно миллионом тоже другое а вот 10 миллионами или 100 миллионами тем более уж это совсем третья история да потому что если вы хотите выйти из сделки там зафиксировать прибыль то пока вы будете продавать активы которые накупили находя сделки вы уже колебнет цену в ту или иную сторону если вы торгуете большими объемами поэтому стратегии торговли здесь совершенно другая что эндотеку не привыкать то есть эндотек умеет он профессионал в этой рынке в этой области и глава эндотека она бекер которая проживает в израиле сама родом она из москвы в 18 или 20 лет точно не помню она уехала в израиль и оттуда развивала уже эти алгоритмы и некоторое время по моему года два или три она жила в чикаго и прям торговала там реально на чикагской бирже но это было больше десятка лет назад то есть компания это уже давайте переключу на руководство вот она компания уже древняя она вполне себе профессионал этого дела вот можете зайти в соответствующий раздел деловой бизнес и посмотреть ее выступление о ней портфолио ну и о других участниках этой компании вот сооснователь компании дмитрий гущин они говорят на русском но все презентации вообще сама компания аналога язычные все идет на английском но в куларах мы иногда делаем русские вебинары санны пользуясь тем что она прекрасно владеет русским языком также как и дмитрий гущин и так это была присказка это компания эндотек причем здесь скажете вы дейзи а дейзи при том что в одно время прекрасное нам так повезло что это случилось при нас некие три основателя дейзи это эдуард илья и джереми они решили создать компанию вместе с эндотеком торговую розничную где торговать могут не крупные корпорации для которых в общем эндотек и работал все это время на рынке а в розницу то где можно заходить ну там нельзя от 500 долларов в итоге решили сделать вход от 100 долларов дэйзи это смарт-контракт вот так он выглядит личный кабинет дэйзи штуковый смарт-контракт может кто не знает это автоматическое исполнение тех или иных договоренностей который прописано которых договорились на берегу что значит автоматическое исполнение нету какого-то регулятора какого-то программиста или менеджера который нажимает кнопочки отпустить прибыль там терминировать человека дисквалифицировать кого-то и так далее здесь все анонимно кнопочек таких управления вручную нет поэтому ничего не сгорает ничего не на никак ваши права не могут быть ущемлены исполняются все обязательства моментально вот ну это отчет я сейчас тоже не буду даваться подробности потому что обзор личного кабинета дэйзи у меня есть вот вы можете увидеть здесь как все это дело устроено в двух чертах буквально а я покажу вот эту вкладочку фант и расскажу немножко об этих общих цифрах сверху которые так у меня здесь не очень хороший интернет я на даче занимаюсь строительством поэтому не все сразу появляется вот он мой отчет открылся вот я взял один из кабинетов с инвестицией в 300 долларов то есть это 100 и 200 долларов 100 это вход 200 долларов это следующий пакет следующий пакет после 200 долларов это 400 потом 800 1600 три двести шесть четыреста и так далее то есть каждый раз умножить на 2 максимальный пакет 51 тысячи долларов и если сложить со всей предыдущей инвестиции получается всего 100 тысяч долларов все что свыше 100 тысяч долларов инвестируется уже на свой собственный счет в бинанс и подключается торговлю эндотека по api ключа но это я слегка забежал вперед я просто говорю про то что здесь все открыто и поэтому как бы какой-то необходимости что-то скрывать или принимать двери на управление и там как бы все с концами такой необходимости здесь нет здесь все открыто вот как добиваемся мы открытости до размера 100 2000 долларов после понятно vip клиент и торговлю на собственном счете всей суммы здесь такая история во первых это еще раз повторю смарт-контракт который автоматически выполняет обязательства если вы что-то инвестировали все автоматом распределяется так как договорились по маркетингу и половина идет в торговлю вот она половина видите ушла в торговлю 12 центов это потому что разница в курсе там когда-то бывает чуть больше чуть меньше меньше сотой доли процента погрешности вот и вот сейчас мы видим прибыль 16 процентов это у меня прибыль за 17 мая 17 августа за три месяца 17 процентов прибыли вот на эту половину 16 40 сейчас мигнула циферка вот почему бывает меньше да вот 17 40 было стало 16 40 вот недавно была прибыль еще 25 процентов но видите вот здесь слегка пошло вниз вот и у меня было там около больше 30 процентов долларов прибыли на 150 вот а в итоге сейчас 24 почему ну потому что вот прошли в просадочку немного потом когда инвестировал было долго очень просадка то есть я инвестировал не самый удобный момент вот потому что 17 июня вот здесь вот я доложил средства эти резко вверх да а потом пошла просадка да она в общем и здесь уже была небольшая а здесь уже посильнее вот просадка была под минус 20 по моему три что-то процента на моем аккаунте но как видите сейчас уже плюс 16 то есть а было вообще плюс 20 с лишним вот то есть мы из просадочки вышли и все торгуется в плюс давайте посмотрим не мою историю а историю общего фонда вот это с января история да вот если бы вы вложили в январе то сейчас бы у вас было плюс 71 процент прибыли за счет того что компания успешно торгует если брать в целом если же ждать торговлю каждый день плюс то это не по адресу здесь бывают вот эти самые просадки который только что говорю вот я сейчас мышки показывал вот это тот длинный период который он до этого показывал на собственном счете просадки да ну и вот резкая прибыль которую мы заработали когда биток поднимался с 40 до 48 конечно биток не поднялся так сильно как поднялся эндотек и здесь используется и плечо и альты и эфир тоже ну то есть разные стратегии поэтому дэйзи умеет поднял вернее до так для дэйзи умеет поднимать прибыль лучше чем рынок вот но бывают и просадки опять же на 5 давайте здесь было 65 убитка а здесь убитка был 30 то есть биток то упал больше чем два раза а мы упали на 23 процента вот понимаете в чем фишка заключается вот но тем кто привык каждый день видеть плюсы в своих кабинетах если вы были в каких-то там проектах до непрозрачных скажем так ну здесь будет непривычно то есть надо к этому привыкать это реальная торговля поэтому здесь бывают вот эти самые минуса на чем мы здесь зарабатываем ну естественно первое мы зарабатываем вот на этом я вам это все показал только что давайте вернусь к аккаунту и покажу вывод вот 24 долларов плюсе 3 доллара комиссии 30 процентов комиссии эндотека за успех и в итоге я получаю 15 долларов на свой кошелек я могу запросить вывод нажать сент но мне сейчас как бы ни к чему я коплю сложный процент пусть будет вот и прибыль упадет сразу же мне на кошелек опять же в других своих видео я много раз показываю как выводится прибыль поэтому сейчас нет такой необходимости это первое второе на вторую половину инвестиции ведь у меня куплено 300 долларов до 150 зарабатывает прибыль там под где я сейчас только что показывал фанде само тело как бы вот этой вот 150 я заберу тогда когда будет айпио эндотека это будет уже следующем году то есть это не пяти лет не 10 лет не история достаточно ближайшее будущее вот и я получил три доли в акциях эти акции по нашим оценкам предварительным будут стоить примерно столько сколько вот эта моя половина которую я отдал на разработку искусственный интеллект сейчас я к этому подойду то есть фактически эту половину которую меня забрали на входе мне вот вернут в виде акций я добровольно жертву эту половину чтобы разработать самый искусственный теле теперь смотрите вот значит на и на этот искусственный интеллект на создание нового поколения торговли с помощью искусственного интеллекта а не бекер и команде до т.к. требуется 10 миллионов долларов вся эта сумма расписана там приличные зарплаты в месяц бюджет более несколько сот тысяч долларов так вам скажу да там мировые умы эти всем занимается есть белая бумага которую можно скачать на вот здесь на сайте моем деловой так 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 white paper по разработке да здесь здесь вот нажимаете скачиваете перевод у меня да то есть если вы хотите на русском сразу бумагу получить просто обратитесь ко мне я вам ее предоставлю вот и говоря о разработке этого искусственного интеллекта white paper все написано как это происходит вот нужно это бюджет и к этому бюджету собрано уже почти треть то есть 2 и 8 28 процентов собрано это нами да и звездами те которые половину отчисляют вот на эти вознаграждения ну на разработку искусственного интеллекта но я не зря сказать слово вознаграждения потому что не вся половина уходит на разработку и искусственного интеллекта а она распределяется по маркетингу их два здесь маркетинга hayun yılgeois и матрица только матрица без отделения без столов а глобальный матрица там где вы получаете бонус с каждого кто вступает то есть не надо пачками их набирать и потом там с 10 или с 20 только получается. Сразу все получается. Так вот, на эту глобальную матрицу и на Unilevel бонус распределяется вот эта половина. Но я сказал немножко неправильно, потому что Unilevel бонус это другое. Это прибыль с прибыли. То есть, когда инвестор забирает свою прибыль, вот я вам сейчас только что показывал, что я могу забрать свои 15 долларов, если я это сделаю, 15 процентов уйдет в этот Unilevel бонус, а 15 процентов уйдет Индотеку за его работу. А матричный бонус, он распределяется сразу. 46 процентов от этой суммы. 4 процента идет на команду Daisy. И эта половина мне обеспечивает доход в виде акций, которые я могу продать, продать по цене, которые будут примерно столько же, сколько я потратил на эту половину. Вот так скажем, да, образно. Кроме того, за счет того, что это матрица глобальная, то есть переливы, потому что я приглашаю трех человек, я их могу, я их приглашаю реально к себе, да. А четвертого, кого я приглашаю, система сама ставит под первого. Таким образом, первый получает бонус, я получаю бонус, и первый мой человек получает бонус. Пятого под второго, шестого под третьего. Вот так все происходит, да. Седьмого опять под первого. Вот так распределяется матричный бонус. Видны это матрицы вот здесь. Здесь всего матриц 10. Вот. Поэтому, кто купил первый пакет, тот выстраивается в одну матрицу. Кто купил второй пакет, тот выстраивается в отдельную вторую матрицу. Ну и так далее, и так далее. На этом аккаунте у меня куплено только два пакета, да. Поэтому здесь только две матрицы. Поэтому, кто у меня покупал третий пакет, четвертый, пролетел мимо меня к моему там верхнему аккаунту. Вот. Это токены DAISY, но об этом я буду говорить чуть позже, потому что сначала хочу рассказать до конца вот об этом. Итак, искусственный интеллект уже начал разрабатываться. Уже много чего сделано. Об этом Анна Беккер рассказывает, предоставляет отчеты и повествует. Поэтому не буду забирать у нее хлеб. А вот здесь, видите, есть другие данные. Это сколько? У нас уже тысяч аккаунтов создано. 150 фактически тысяч за четыре с половиной месяца работы. Проект запущен 30 марта всего года. И до этого был стартовый, такой неудачный, обыскал запуск. Потому что смарт-контракт был только один. В итоге он не выдержал напора и сделали, как итог, 11 смарт-контракт вместо одного. Вот это было сделано 30 марта. Вот. 150 тысяч регистраций в мире за это время. 462 поясеттера, 67 лидершипов. Но я вам сейчас не буду говорить, что это такое. Это как бы просто верхние ранги в карьерной лестнице. Вот ваш покорный слуга и тот и другой при этом. Так. И таким образом я хочу сказать, что здесь вся информация открыта и ничего не может улизнуть. Более того, есть у меня ролик, который называется «Эталон финансовой прозрачности». Если я правильно помню. Да, он так и называется. «Эталон финансовой прозрачности». Поэтому посмотрите, я там показываю, как проверить поток денег с помощью независимого мониторинга, который называется «Тронскан». Ну, то есть просто блоксейн нейтрона. Я считал, и у меня все сошлось вот этой цифрой 106 миллионов. Ну, тогда это была чуть меньше сумма, когда я это проверял и складывал. Ну, посмотрите, вы сами сможете это все сложить. Вот. И кроме того, как последняя такая вишенка на тортик, все торги компании, которые она показывает на своем сайте «Эндотек», имеется в виду, да, открыто, они в «Дейзи», да, они еще и аудируются компанией из крупнейших четырех аудиторов мира. Вот. Впервые нам этот аудит будет предоставлен в Дубае на слете поисеттеров и лидершипов, который скоро предстоит. А может быть, он уже был, если вы смотрите это видео после 23 сентября. Вот. Здесь вы видите, если нажать «History», здесь открыты все торги, то есть видно дата. Сегодня, например, 22 августа. Вот. Естественно, день в день торги не показывают, просто чтобы не копировали. Ну, вот с задержкой на два дня, вот все здесь есть, да, то есть в какую позицию вошли и какую позицию закрыли. Вот. Точно такой же отчет есть по «Дейзи», он есть у аудитора, и скоро этот аудит будет нам открыт. Там с этим аудитором просто не все так просто. Компании из большой четверки, они аудиту так просто в интернет доступ не дают. По договору это аудит, которым может пользоваться только сотрудники компании, которые аудируют. Вот. А у нас слишком много регистраций, как бы если все 150 тысяч человек начнут аудит показывать, то ясно, он будет сразу в интернете, а это нарушение договора. Вот. Поэтому он там хитро юридической схемы, как этот аудит показать. Дальше. Не так давно компания запустила еще один проект. То есть первый это «Эндотек» с торговлей криптовалютами. И скоро уже с октября вроде бы как вводится у нас торговля на валютном рынке. Там сейчас лицензирование идет этой процедуры. А второй проект, который компания запустила, это собственный уже проект. Это не какая-то отдельная юридическая компания. Это свой проект, который называется «Дейзи Краудфандинг Платформ». Видите, «Дейзи Краудфандинг Платформа». То есть такое широкое, общераспространенное название – это «DCO» – «Decentralized Crowd Offering». То есть децентрализованная краудфандинговая платформа. Вот. «DaisyDAO.io». Можете зайти, посмотреть без всяких там каких-то регистраций, без каких-то реферальных ссылок. Просто заходите, смотрите. Вот. Сайт открытый, где есть вся информация текущая о платформе. Платформа, кстати, сама по себе, она будет запущена только с 1 октября. Но уже все понятно, разработки ясны, в каком все это будет видеть, тоже понятно. Первые проекты, которые там будут запускаться, тоже понятны. Суть такая. Эта платформа помогает стартапам крупным, потому что мелкие здесь не берутся, потому что сообщество большое, берем только крупные проекты, стартовать. То есть собирать деньги на то, чтобы создавать свои платформы, свои задумки реализовывать. Это децентрализованная платформа, поэтому, опять же, что такое децентрализованная? Это та, где, ну, никакие деньги мимо пролететь не могут. Потому что все фиксируется компьютером, все фиксируется смарт-контрактами. Вот. Она абсолютно автоматизирована вся, и человек сюда не вмешивается. В автоматику имеется в виду. Вот. Что еще хочу показать? Вот один из сайтов, на котором мы покупали токены предварительно. На пресейле мы продали токенов на 40 миллионов долларов. Покупали мы токены от 0,1 доллара до доллара. Вот. А в продаже токены в итоге... Сейчас я вам скажу за сколько. Сейчас примерно где-то 7 долларов стоит один токен. Вот у нас есть чат общий, инвест-криптах. Вот. И если мы по скрепам пойдем, по закрепам, то мы увидим то, что нам нужно. Вот это сообщение, где есть, ну, например, где торгуется у нас в паре с долларом торгуется наш токен. Это Uniswap биржа. Все знают. Это децентрализованная биржа. Вот. Мы здесь сможем посмотреть, какая сейчас цена токена. Она сейчас равна 6,59. 6,5 долларов. Чуть больше, да? При том, что торговля стартовала с 5 долларов. Ну, понятно, что сразу вверх, потом чуть-чуть вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас все будет зависеть от того, как хорошо стартует платформа, какая сейчас рекламная акция идет, какая разъяснительная работа с сообществом. Но это все делают профессионалы, мы туда не лезем, не вмешиваемся. Ну, или каждый помогает как может, как частичка, да, какая-то. Вот. В итоге, сами понимаете, если мы покупали за 10 центов, продавали мы вот на пике вообще за, смотрите, вот 12,7, вот здесь, на этой платформе, да, вообще цены разные. Вот. И вот у меня партнеры продавали в основном за 9-10 долларов. 10,7 даже рекорд был, да? То есть это в 100 раз больше, чем мы купили токен. В 100 раз больше. Ну, кто покупал за доллар, удалось в 10 раз больше. Как бы, извините, мы покупали в июне, в июле, а в августе мы уже продаем. То есть за месяц, за два сделать 100 иксов. Ну, вот такие результаты у Deysi, понимаете? Вот. Это еще одна возможность. Это уже не за счет торговли, за счет вот работы с токенами, с сообществом и с, ну, такая памповая, скорее, история, да? Но она уже реальная. Понятно, что по мере развития платформы, а она развивается весьма себе хорошо, по мере запуска проектов на этой платформе, стейкинга и других там моментов, которые касаются токеномики, там, сжигания токенов и так далее, выкупа токенов. Вот. Цена будет держаться и по прогнозам, по крайней мере, одного из учредителей Deysi, она должна достигнуть к концу года 50 долларов за токен. Но это прогнозы. Они, прогнозы, как вы знаете, ни к чему не обязывают. Мы с вами видим то, что токен успешно закрепился выше 6 долларов. То есть, вот это плато, да, цена, которая говорит о том, что она уже особо не колеблется. Вот. Поэтому я думаю, что ниже там 5, наверное, все-таки эта цена опуститься не должна. Если опуститься тоже не страшно, потому что как раз на этой низкой цене можно токен закупить для того, чтобы заработать на росте этого токена. Вот. Речь идет о том, что токен Deysi залистен на самых известных местах и платформах. Он уже узнаваемый. На рынке его знают. И суть в том еще, что когда у нас была продажа токенов, то мы на этом тоже зарабатывали. Потому что все продажи шли через маркетинг. Вот. Все это здесь отражено. Вот видите, токен Матрикс. Матрикс. Чек. Матч. Матчинг бонус именно с токена. Вот он. С токеном, да? Вот. Вот такие заработки. Ну, на самом деле, могу показать вам основной аккаунт. Вот. Коротенько просто одним глазком. Видите, вот как происходит смарт-контракт. Вот я вышел из своего кошелька Tron. Это мой кошелек Tron. Это деньги, которые просто в моем кошельке. Они никому не принадлежат, кроме мне. Вот. И сразу я разлогинился с одного места. Залогинился с другой. Вот немножко такие данные. Здесь и бонусные токены, которые будут разморожены. Здесь и юни-левел бонус, и пейсеттеровский, и лидершиповский бонус. То есть много всего чего. В подробности чего я вдаваться сейчас просто не буду. Посмотрите во всех моих роликах. Видите, вот матрица, например, шестая. Вот седьмая матрица, к примеру. Чем больше матрицы, тем, естественно, меньше людей там находится. Вот. Тем это выгоднее, потому что вы становитесь ближе к основанию матрицы. И, соответственно, переливы уже идут под вас более мощно. Вот. Будет очередная волна, когда очередной бум начнется на Дейзи. И тогда пойдут новые волны переливов. То есть здесь целая история, она практически бесконечна. Вот, друзья, вкратце рассказал вам об этом проекте. Конечно же, что-то забыл. Всего как бы сразу не скажешь. Но я еще раз напоминаю, что вы можете всегда зайти на мой ресурс, который называется деловой.biz. Нажать на проект Дейзи. Ну, сначала на проект и потом на Дейзи. И вы увидите все подробности. Что еще стоит упомянуть? То, что про Дейзи DCO платформу здесь есть очень подробная информация. Мы связываем с этой платформой такое большое свое хорошее будущее. Мы уверены, что здесь будет листиться много проектов. Ну, листиться, если можно так выразиться, выходить на эту платформу. Можно будет зарабатывать на этих проектах. Можно будет покупать их токены перед тем, как они будут расти по самой низкой цене. Если вы держите токен Дейзи у себя. Вот. Здесь же вы можете на сайте обзнакомиться с маркетинговой информацией. Вот. Сейчас вся информация обновляется. У нас есть также профессиональный маркетинговый инструмент, который сейчас в завершающей стадии подготовки. Это инструмент, который позволяет одной ссылкой просто знакомить человека с Дейзи. Не на мой ресурс, а на собственный ресурс Дейзи. Вот. И вы сможете в этом ресурсе наблюдать, посмотрел ли человек какое-то видео там или какой-то письменный материал. Насколько он посмотрел. Там вы можете выставить галочки напоминания о том, когда ему надо еще раз позвонить, проконтактировать и так далее. То есть профессиональный маркетинговый инструмент. Все это тоже готовится здесь в Дейзи. В том числе, например, есть такая интересная фишка. Один из проектов, который выходит на нашу DCO платформу, он предполагает запуск телефона. Телефона блокчейн телефона. Телефона, на котором можно будет зарабатывать. Сейчас, например, Android или Apple, iOS зарабатывают в одном лице, что называется. Мы все потребители, а они в лице корпорации имеют заработок неплохой. А здесь будет распределенный заработок. То есть все будут зарабатывать с этого. И этот телефон, в частности, мы тоже... Ну, сейчас разрабатывается. Я не гарантирую, что так будет. Но идут разработки о том, чтобы этот телефон просто продавать по сети здесь. Тоже на этом зарабатывать. Так что, друзья, здесь много всего интересного. Я советую вам присмотреться к этому проекту, проанализировать. Не так просто его сразу понять. Поэтому включайте мозги, что называется. Каждому из вас в помощь куратор. Посмотрите вот этот ролик предыдущий. Два месяца назад я его записал. Эталон финансовой прозрачности в мае. Даже три месяца назад. Он актуальный до сих пор. Но здесь нет ничего про токен. Потому что токен только объявили, когда я его монтировал. Это видео. Поэтому нынешняя презентация вместе с этим роликом. Они очень хорошо ложатся. И вам становится понятно, Daisy, как таковое. Плюс вот этот ролик новый эталон прозрачности. Я считаю, что есть мир до Daisy и есть мир после Daisy. Все проекты, которые будут запускаться, их будут уже теперь сверять с Daisy. А есть ли здесь такая прозрачность? Ну, в том проекте, о котором я условно говорю. Есть ли там такая прозрачность, как в Daisy? Если есть в Daisy. Потому что Daisy задал новый стандарт прозрачности. Сейчас уже очень много пирамид и всяких сомнительных проектов. Темных таких, да? Непонятных. Бушуют на сцене. Вот. И как в них не вляпаться? Как в них не попасться? Потому что очень искусно все маскируют, да? Вот. Вот. Вот Daisy предложил как не попасться. Daisy не боится показывать минусы. Daisy не боится показывать реальные цифры. Сколько там в торговле. Сколько сейчас. Сколько было. Сколько будет. Сколько у вас. Сколько всего в компании. Сколько набрано на искусственный интеллект. То есть все это здесь открыто. Все это есть. Но я не буду уже бежать по кругу и повторяться. Я думаю, что в целом обзор такой понятный. Ну и обращайтесь с вопросами к вашим кураторам. К тем людям, которые в курсе продвижения. Если таковых нету. И вы посмотрели мой ролик не по чьей-то наводке. А прямо напрямую. Обращайтесь, значит, ко мне. Ваш покорный слуга Алексей Хохлатов. До новых, друзья, встреч. Пока.